Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США решили спровоцировать военный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Американская пресса, по-видимому, получила указания от американской администрации по максимуму раскручивать псевдоконфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Естественно, что делается это намеренно в интересах США. Двумя неделями ранее американские власти в ответ на решение стран ОПЕК сократить добычу нефти заявили о намерении сократить военное присутствие в регионе и закрыть военную базу в Саудовской Аравии. Сразу после указанных новостей американские СМИ включились в работу и запестрили сообщениями о серьезных угрозах, с которыми пришлось столкнуться ряду. Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщило о том, что власти Саудовской Аравии поделились с американскими спецслужбами секретными данными о неизбежной атаке Ирана по нефтяной инфраструктуре королевства. Сообщается, что Саудовская Аравия просит американские власти повысить боеготовность вооруженных сил для сдерживания атаки со стороны проиранских военных сил. Американские журналисты пишут, что Иран вынужден предпринять военную провокацию для того, чтобы отвлечь внимание местного населения от внутренних протестов в стране, активно финансируемых американскими неправительственными организациями. Сообщается, что представитель Госдепартамента США Нет Прайс постоянно держит руку на пульсе и находится на связи с МИД Саудовской Аравии, получая из Эрияда сигналы о наличии в регионе угроз. Естественно, что указанная история затеяна с целью возвращения руководства Саудовской Аравии в лоно американских стратегических интересов. Поскольку экономическое сотрудничество с американским бизнесом ближневосточной монархии стало неинтересно, короля и наследного принца хотят запугать наличием иранской угрозы. Причем делать это приходится быстро, пока Саудовская Аравия и Иран не успели стать новыми партнерами по союзу БРИКС. Примечательно, что ни Эр-Яд, ни Тегераны в романсу американских СМИ не подтверждают. Эр-Рият готовится принять у себя представительную китайскую делегацию во главе с Индзиньпином, а представитель МИД Ирана Насер Каанани и вовсе обвинил Вашингтон в попытках очернить руководство страны. По его словам, Иран остается верен политике добрососедства со всеми странами региона. Ни Ирану, ни Саудовской Аравии войный конфликт не нужен. Он необходим исключительно США для сохранения своего присутствия в ключевом регионе на планете.